У меня сценарный был запрет на путешествия. Мой отец всегда говорил, тебе что, делать нечего? Зачем тебе? Ты что там не видел? Да ты что? Нет, вообще не езди никуда. И знаете, из всех моих родственников никто никогда не то что с границу не летал, да? На самолетах-то не летал. И мой отец там родился в маленькой деревне и умер в маленькой деревне, да? И моя мама, и все мои родственники. Никто никогда никуда не путешествовал. И когда я первый раз полетел в Дубай, я просто переживал невероятный страх. Два или три дня просто меня вот так трясло. Как будто я смерть испытывал. И когда я прилетел туда и завтракал, я сидел и плакал. А мой мозг говорил, так не бывает, так не бывает. Потому что я смотрел Орел и Решка, да? Я много смотрел YouTube-видео. Я сознательно вроде понимал, что можно путешествовать. Но когда я первый раз прошел, я пробил этот стеклянный потолок, я оказался в новой реальности. Так же и с бизнесом. Если мы когда проводили тренинги и давали задания заработать первые деньги, интересно, что зарабатывали первые деньги те, у кого дядя или тетя или родители занимали бизнес. Это не было страшно. А у кого родители никогда не занимались бизнесом, а еще есть советское наследие, где предприниматель вообще как класс был запрещен, люди просто не преодолевали этот страх. То есть они не пробивали этот стеклянный потолок. И они не выходили из сценария, не чувствовали эти деньги. И вот задача найти себе человека. Вот мой друг посоветовал даже, он меня, можно сказать, заставил полететь в Дубай. То есть наставника, который тебя проведет за руку, поможет тебе заработать первые деньги, заняться бизнесом, заняться творческим проектом, записать видео, вести блог. Я не знаю, все, что тебе страшно делать. И сознательно вроде все это вокруг делает 21 век, но тебе нужно пройти, пробить этот стеклянный потолок, чтобы система прорвалась в это пространство и не отвергала это. И сказать, когда это получилось, это нормально, это норма. И тогда, когда мы работаем с этой бессознательной системой и показываем своё тело, что это безопасно, что в Дубае безопасно, что путешествовать безопасно, что мир большой, тогда несколько раз повторяя то, что ты никогда не делал и делая это первый раз, потом тело привыкает, и ты можешь это делать. Удивительно, но много людей не знают, что можно путешествовать, заниматься бизнесом, вести блог. И просто по чувствам не знают. Сознательно понимают, но по чувствам говорят, а мне это неинтересно.